у тебя в студии олег хилл я с вами ненадолго потому что у меня есть дела ведь сегодня пятница 13 пятница 13 2023 года мне нужно бороться со злыми преступниками и маньяками а меня сегодня будет замещать наш выездной корреспондент олег хилл можете поприветствовать его а я удаляюсь спасибо олег за предоставленную возможность и хорошо что в пятницу 13 января на улице будет меньше преступности благодаря нашему ведущему олегу хиллу ну а мы переходим к обзору газет которые сегодня вышли в великобритании и давайте начнем с газеты daily express которая сообщает что те у кого риск сердечно-состудистых заболеваний в течение лет это составляло 10 процентов или выше заболевших перед предлагались таблетки только им а вот теперь руководители здравоохранения убеждены что предложение хотя бы одной таблетки в день людям с гораздо меньшим риском спасет тысячи жизней и про эти таблетки про таблетки станин мы поговорим попозже сейчас переходим газете daily mail которая сообщает что до 15 миллионов человек могут теперь получать таблетки под новым руководством nhс в газете говорится что наблюдатель за лекарствами найс эффективно отменил критерии приемлемости для таблеток которые снижают уровень холестерина после того как обзор показал обзор показал что они безопасны и редко вызывают побочные эффекты газета times также публикует эту историю на своей первой странице отмечая что изменение подхода произошло после того как главный врач англии мы его прекрасно помним по борьбе с ковидом сэр крис вити предупредил что тысячи людей среднего возраста умирают от сердечных заболеваний только потому что они не получали статины подобные лекарства во время пандемии ну а еще в газете внимание уделили уделяется расследованию расследованию как джо байден обращается с секретными документами газета guardian в основной своей статье пишет последние новости о споре между заработной платы между профсоюзами и правительством в газете говорится что министр здравоохранения стив барфай в частом порядке признал что более миллиона сотрудников на переднем крае которые работают до то есть сотрудники скорой помощи и так далее заслуживают больше денег несмотря на то что неоднократно сам наставил на том что существенное дополнение в размере 1400 фунтов на 2022-2023 годы это все что правительство может себе позволить ну а сотрудники скорой помощи и медсестры пытаются устроить еще одну забастовку в конце этого месяца пожарные которые боролись с пламенем башни грандфилл с тех пор были диагностированы с раковыми болезнями причем в некоторых случаях это терминальный рак об этом сообщает газета мира на своей первой странице не в эксклюзивном отчете говорится что эксперты составили список до 10 человек при этом ожидается что число таких случаев как среди пожарных так и среди жителей которые там жили число этих случаев раковых болезней связанных с загрязнением от дыма загрязнением легких от дыма и это количество людей возрастет газета метро ведет с утверждением главную статью свою что две пары работающие на бориса джонсона когда он был премьер-министром представьте себе занимались сексом и не просто занимались сексом а занимались сексом на даунинг стрит номер 10 или не просто уже ладно не просто на даунинг стрита именно во время той самой вечеринки которая происходила во время локдауна и это было и это было в ночь перед похоронами принца филиппа Представьте себе. Но сдули, судя по всему, с этих документов пыль и начали быстренько вспоминать и выложили целый поток новых обвинений, которые происходили там на Downing Street. Вероятно, больше говорить не о чем. В своей эксклюзивной статье газете Ай сообщают, что бездомность способствовала внезапной и неожиданной смерти по меньшей мере 34 детей в Англии. В период с 2019 по 2022 год врачи и коронеры, которые участвовали в этом исследовании, которое финансировалось ННЧС, были шокированы тем, что они обнаружили. И они потребовали более тщательного изучения вот этой ситуации, чтобы показать реальный масштаб детской смертности. Об этом говорится в газете. Газета Daily Telegraph пишет о том, что правительственный обзор политики чистого нуля рекомендовал запретить новые газовые котлы в течение ближайшего десятилетия. В обзоре также содержится призыв к революции береговых ветров и пятикратному увеличению солнечных панелей на фоне усилий по повышению энергетической независимости в Великобритании после вторжения России в Украину, говорится в газете. Газета Sun на своей главной странице пишет о визите принца и принцессы Уэльской в новую больницу в Ливерпуле в четверг. Первое публичное появление пары с тех пор, как были опубликованы мемуары скандальные принца Гарри. Пара обсудила психическое здоровье. Нет, не принца Гарри, а просто с молодыми людьми, которые будут работать в этой больнице. И они обсудили вот эти проблемы на официальном открытии Королевской университетской больницы Ливерпуля в прошедший четверг. Газета Financial Times тоже пишет о расследовании специального прокурора в отношении президента Байдена. В газете говорится, что последние события бросили тень на его президентство, которое включило в себя сильный отскок в рейтинге поддержки перед вероятным решением о переизбрании в следующем году. Ну и газета Daily Star, она пишет об исследовании из университетского колледжа Лондона, в котором есть предположения о мужчинах, которые покупают себе большие шумные машины. Вы знаете, такие спорткары, которые очень громко ездят по улицам. Так вот, исследование, которое провели вот эти вот ученые британские, оно предполагает, что у этих людей просто очень маленькие щупы. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Это щуп, которым меряют масло в автомобиле, а не то, что вы могли себе представить. На этом с газетами мы поокончили. Ну и давайте теперь перейдем к основным новостям. Не переключайтесь. Итак, сейчас к основным новостям. Премьер-министр Великобритании и первый министр Шотландии провели сердечные, как написано, переговоры на частной встрече в Шотландии. Риши Сунак и Николай Стержин встретились в четверг вечером после столкновений премьер-министров к северу от границы. Предполагается, что они обсудили НХС, экономику и законодательства, которые были приняты в Шотландии в прошлом месяце, которые позволяют облегчить смену пола. Говорят, что состоялся надежный обмен мнениями о независимости Шотландии. Ну а если говорить об основной теме, то Шотландия недавно стала первой частью Великобритании, которая одобрила систему смены пола для людей, которые хотят изменить свой законный пол. Новые правила снижают возраст, в котором люди могут подать заявку на получение сертификата о признании пола до 16 лет и устраняют необходимость медицинского диагноза гендерной дисфории. Но правительство Великобритании обеспокоено влиянием этого нового закона на остальную часть Великобритании и рассматривает возможность его блокирования. Крайний срок для такого вмешательства – это середина следующей недели. Газеты, соответственно, отреагировали на это карикатурой. Вот такой вот, в которой высмеивается Риши Сунок, который идет в брюках, а не в шотландском килте. Ну и брючки у него, конечно же, коротенькие. Врачи общей практики будут назначать жизненно важные статины всем, кто хочет под их новым руководством. Вот так написано в газете. То, что я и обещал рассказать про эти статины. Посмотрите, вот так выглядят эти таблетки. И все это направлено на предотвращение тысяч сердечных приступов и инсультов. Наблюдатель за лекарственными средствами эффективно отменил критерии приемлемости для таблеток, которые разрушают уровень холестерина. После того, как крупный обзор показал, что они безопасны и редко вызывают побочные эффекты. Это означает, что миллионы взрослых в возрасте от 18 лет и старше теперь могут попросить вот эти вот статины в любом НХС. Но они могут назначать эти таблетки, две таблетки в день, любому, кто о них попросит. Даже если у них гораздо меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ну что ж, кроме процетамола появился статин. Вот эти волны гриппа, ковида и скарлатины, которые обрушились на НХС этой зимой, могут теперь отступить. Об этом свидетельствуют официальные данные. Данные НХС показывают, что число пациентов в Англии, которые госпитализированы с двумя вирусами, резко возросло. Но примерно в конце года и с тех пор имеет тенденцию к снижению. Как вы видите на этом графике. На пике было до 15 тысяч коек. Это 8% от доступных. И это все койки в больницах были заняты пациентами с ковидом и гриппом. Цифры росли с конца ноября, прежде чем выровняться на Рождество. Тем не менее, ученые опасаются, что НХС все еще находится в эпицентре шторма. Как дается знать и новый вариант ковида по прозвищу Кракен может вызвать новый всплеск инфекций. Между тем, чиновники также признали возможное снижение заболеваний скарлатины, которое вызвано бактериями стрептокока. А за последние несколько недель число случаев заболевания сократилось в 5 раз. Ну а на этом графике вы видите, как раз сколько находится людей с ковидом на данный момент в больницах Англии. Что самое интересное, в той же самой газете Daily Mail, в другой статье написано, что импровизированные морги, которые были поставлены в самые мрачные дни пандемии ковида, вновь открываются на фоне резкого роста избыточных смертей. Временные морги в муниципальных районах и вблизи природных заповедников снова в действии для того, чтобы справиться с ростом смертей. В течение последних двух недель 2022 года умерло примерно на 4000 британцев больше, чем ожидалось, в связи с тем, что продолжается кризис в НЧС, а также холодная декабрьская погода и еще и вот этот вот двойной удар от гриппа и ковида. Так вот, временные морги, которые были первоначально созданы в таких районах заповедников и так далее, и в аэропортах, они были поставлены, чтобы справиться с необычайно высоким числом смертей от ковида в начале 2020 года. В разгар пандемии более 7 тысяч человек были убиты только вирусом. Ну и вот больницам, у которых в принципе морги рассчитаны на 100 человек, не больше, ну очень быстро закончилось место и поставили вот эти временные морги, которые теперь снова открывают. Серьезные сбои в зарубежных поставках Royal Mail были вызваны программами-вымогателями, связанными с российскими преступниками. Ну что я вам вчера говорил, действительно виноваты русские хакеры, кто же еще? Кибератака затронула компьютерные системы, которые Royal Mail использует для отправки писем и посылок за границу. Royal Mail предупреждает клиентов о сбоях в посылках со среды из-за киберинцидента. Рэнсомвэр это вредоносное компьютерное программное обеспечение, которое шифрует данные и блокирует систему. Вымогателям, которые использовали в атаке Lockbit, по словам источника, близкого к расследованию, вымогатели пытаются вытащить деньги из Royal Mail, причем почему-то в биткоинах. Фирмы компьютерной безопасности говорят, что программное обеспечение было разработано и использовано преступными группировками, связанными с Россией. Киберрепортер, оказывается есть такая должность, киберрепортер из BBC Джо Тиди, видел записку о выкупе, которая была отправлена преступниками в Royal Mail. И в ней говорилось, ваши данные украдены и зашифрованы. Ожидается, что спрос на выкуп будет исчисляться миллионами фунтов, хотя источники, близкие к расследованию, говорят, что есть обходные пути, чтобы система снова заработала. Сдается мне, что они видели вот такое предупреждение на своих компьютерах. Если уж там замешаны русские хакеры, то, естественно, этим должно заниматься Министерство внутренних дел Российской Федерации. Украинские беженцы, которые живут на круизном судне в Глазгорь, должны будут переселены, потому что контракт шотландского правительства с этим судном подходит к концу. С сентября прошлого года на этом судне проживает около 1170 человек, в том числе 420 детей. Так вот, шотландское правительство заявило, что это судно было законтрактовано на краткосрочной основе и контракт заканчивается 31 марта. Шотландское правительство заявило, что тесно сотрудничает с городским советом Глазго и другими местными властями для того, чтобы найти долгосрочное жилье для тех, кто находится на корабле в Глазго. Министр по делам беженцев в Шотландии Нил Грей сказал, что надеется привлечь больше добровольцев для украинских беженцев. Тем, кто находился на борту, был предоставлен доступ к ресторанам, детским игровым площадкам, магазинам, уборке и общим помещениям. Им также был предоставлен доступ к услугам по медицинскому обслуживанию и всем льготам. Шотландия предложила дома большей части перемещенных лиц из Украины на душу населения, чем любая другая часть Великобритании. Так что самое выгодное переезжать из Украины, так это в Шотландию. А теперь для любителей хорошо отдохнуть с адреналинчиком. Грустная новость. Британские и американские горки, которые когда-то удерживали титул как самые длинные в мире, будут сняты и разобраны. Это подтвердили их владельцы. Когда открылся этот аттракцион еще в 1991 году, стальные подставки высотой 107 футов были самыми длинными в мире с колоссальными 7442 футами в длину. И они были самыми длинными в мире до 2001 года, когда их превзошли американские горки Steel Dragon длиной 8000 футов в Японии. Однако теперь вот этот тематический парк Ultimate and Lightwear Valley недалеко от Риппана в северном Йоркшире будет демонтирован. Brighton Pier Group, который принадлежит Lightwear Valley, подтвердила во вторник, что Ultimate будет удален из парка. И это ознаменует конец области для рекордного аттракциона. Этот аттракцион так или иначе уже закрыт с 2019 года и теперь было принято решение избавиться от него навсегда. Отдавая дань вот этому ностальгическому статусу культового аттракциона, исполнительный директор Brighton Pier Group Энн Аккарт сказала, что тематический парк переосмыслил свое существование и теперь он должен быть семейным местом, а не тем, кто считает себя адреналиновыми наркоманами, как это было раньше. Так что если вы адреналиновый наркоман, то вам придется поискать другое место для очередной дозы. А вот такой нюанс. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему почтальоны в Англии постоянно ходят в шортах зимой и летом? Как бы есть такое ощущение, что на это есть вполне веская причина. Ну так вот на самом-то деле все решается очень просто. Когда был задан напрямую вопрос не Royal Mail, а самим почтальоном, оказывается они выбирают короткие вот такие брюки или шорты только по одной причине. Это потому, что им становится слишком жарко, выполняя свою работу. Получается так, что весь этот ветер и холод, который есть на улицах, им нипочем, когда они ходят постоянно с большими своими сумками и разносят нам письма и посылки. Ну и получается так, что в мокрых, если идет дождь, то в мокрых штанах работать труднее, а кожа, она как бы влагозащитна. Именно так ответили почтальоны. Ну, не знаю, как именно все они переживают вот эти морозы. Я когда-то занимался такой же работой. Я работал здесь на почте. И да, действительно, тут жарко. Это вам не в России. А тут почтальоны могут и в кедах ходить. Ну, а сейчас мы переходим к прогнозу погоды с Игорем Павловым. Всем доброго утра, хорошего дня и спокойного вечера. Я когда был маленький, у меня была одна любимая игрушка. Это медведь, на котором я отрабатывал удары из фильма с Джеки Чаном. У моей дочки игрушек много, но любимая одна. Это планшет, на котором она отрабатывает нервы родителей. Утро сегодня должно быть спокойным. Погода немного подутихла. И с утра покапает дождь только рядом с Литцем, Кэндалом и Абердином. В основных регионах, наконец-то, мы посмотрим на ясное солнышко и светлое небо. Такая очаровательная погода простоит и после обеда. В Лондоне, Саутхэмптоне, Питербурге, Линкольне. И только в Манчестере, где-то под Глазгаву пройдет дождь. Температура в Лондоне, Саутхэмптоне 10. Дувер, Норвич, Норхэмптон 9. Бирмингем, Линкольн, Йорк, Манчестер 8. Глазго, Эдимбург 6. Абердин 5. В субботу, дав нам немного отдохнуть, вернется всеми любимый дождь. Мы даже заскучать не успели. И будет поливать от края Саутхэмптона и до Шотландии. Местами будет солнце проплывать, местами переменная облачность меняет сие настроение. Температура в среднем 8-11 градусов. В воскресенье можно будет смело поехать погулять и насладиться выходными. Так как дождя метеоцентр не обещает, но и все еще может измениться. Всем хороших выходных. Пусть в вашей жизни будет поменьше похмелья и побольше свежих и продуктивных дней. Начинайте делать все, что вы можете сделать. И даже то, о чем может хотя бы мечтать. Всем хорошего настроения. До скорой встречи в понедельник. Спасибо, Игорь. И я с вами тоже на сегодня прощаюсь. Желаю вам прекрасных выходных. И надеюсь, что в понедельник мы встретимся в нормальной обстановке с нашим ведущим Олегом Хилом. А я удаляюсь посмотреть, что же творится на улицах в пятницу 13 января. Всего вам доброго. В студии не был Олег Хил.